Мы в Мамбецу. Побережье этого портового городка украшает гигантская клешня, высота которой 12 метров, ширина 6, а вес целых 7 тонн. Мамбецу по своему расположению и численности населения можно сравнить с Сахалинским-Корсаковым. В этом году исполнилось 26 лет со дня установления между этими портовыми городами по протемских отношениях. Жизнь здесь, как и в любом прибрежном населенном пункте, размеренная и насыщена морским воздухом и криком чаек. Здесь обустроена красивая набережная, которая располагает к прогулкам и созерцанию. А еще этот город привлекает туристов благодаря своим уникальным достопримечательностям. Здесь расположены научные центры дрейфующего льда, первая в мире смотровая башня в замерзающем море и центр охраны тюленей. Обо всем по порядку. Отправляемся в научные центры дрейфующего льда Охотского моря. Здесь есть на что посмотреть. И взрослым, и детям. Развлечений хватит на всех. В этом аквариуме живут выловленные в Охотском море ангелы. Их здесь представлено два вида. Один из них – особая гордость. Он был открыт совсем недавно, спустя сотню лет после пика научных прорывов. Одна из главных особенностей центра дрейфующего льда в том, что здесь также располагается придорожная станция. Количество посетителей зависит от сезона. Сейчас летние каникулы, и к нам приходят до 150 человек в день. В центре дрейфующего льда нам предлагают перенестись из лета в зиму. Здесь это вполне реально. Из плюс 28 мы отправляемся в помещение, где температура ниже нуля на 20 градусов. А повсюду лед. Удивительно, как из обычных для сахалинцев льдин, японцы смогли сделать местную достопримечательность. Кажется невероятным, но в Мамбецу мы нашли сахалинский лед. Вот он, эта льдина, приплыла к берегам Японии в марте этого года. Ее доставили сюда, в центр дрейфующего льда. А вот эти работы из льда выполнены господином Кумото. Это очень трудоемкий процесс, но результат того стоит, признается сотрудник научного центра. Самое сложное при создании этих работ – добиться идеальной прозрачности льда. Для этого воду кипятят до 100 градусов, а затем я делаю тонкую пластинку льда и на нее кладу краба или рыбу. При минус 20 оставляю на час, после чего вновь наливаю воду и замораживаю. Требуется три дня, чтобы добиться идеальной работы. Посмотрев фильм об Охотском море, мы отправились на небольшую смотровую площадку при центре. Считается, если загадать желание, написать его на ракушке и позвонить в колокол, то оно обязательно сбудется. Нам предлагают отправиться на подводную смотровую башню. Она построена в 1996 году. Сверху открывается красивая панорама, а спустившись под воду, можно рассмотреть морских обитателей. Здесь около 40 видов рыб. Моя обязанность – кормить их. Я очень люблю свою работу. Я с детства мечтала работать с морскими обитателями. И под водой здесь совсем не страшно. А нас уже ждут в центре охраны тюленей. Это, пожалуй, самая долгожданная встреча этого дня. Морские обитатели оказываются здесь чаще всего из-за травм. Они получают лечение, после чего отправляются в естественную среду. А некоторые за возможность получить дополнительную рыбку готовы развлекать гостей. Тюлени стали визитной карточкой мамбетсу. Общение с ними умиляет всех от мала до велика. И уже только ради этих озорных животных стоит побывать в портовом городе на Хоккайдо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова